Да, да, да. Ну что еще? Давай посмотрим, что нам пишут. Осталось совсем немного времени. Давай посмотрим, что нам пишут на... Я вот хотел про Грузию сказать. СМС, да, давай. Про визит. Да, визиты. Вот, вот, правильно. Третий по количеству, наверное, вопрос. Ты совершенно прав. Это визиты грузинских оппозиционеров в Москву. Вдруг откуда-нибудь. Если позволишь, я коротко, и ты тоже свое мнение скажешь коротко, и, наверное, на этом закончим. Да, потому что у нас уже больше не будет времени. Значит, вот смотрите. Вот приехал сначала в Брюссель украинский президент, потом к Путину. Там он с улыбкой выступал и сказал, что скоро мы вступим и так далее. И здесь он приехал и сказал, что, может быть, по поводу бендеровцев там отменит кое-какие указы бывшего президента Украины. И вот так вот он сел и спокойно уехал. Да? Значит, ничего в этой двойственности его поведения Януковича я плохого не вижу. Он приехал в Европу и целовал всем руки, лица, губы. Приехал он сюда и в засос они поцеловались виртуально, конечно, чтобы друг другу не навредить и не передать ничего такого. Значит, микробов украинского сала или там какой-то русской водки. Путинка. Кстати, почему водка Путинка продается? Что это такое? Он долю имеет, Владимир Владимирович, с этой водки. Не понимаю. Смотрите как. На самом деле, меня интересует не столько эта история, сколько реакция России на визит Януковича в Брюссель. Вот вдумайтесь. Он приехал туда и сказал, что наши... Я точно эти статы сейчас искать не хочу. Он сказал, наше движение туда. Да. Вы слышали, чтобы хоть какая-то тютька официальная в России выразила какое-то негодование. Потому что это наш сукин сын. Вот. Вот. Почему важна фраза, которую только что сказал Сергей Пархоменко. Это я в переносном смысле. Я в хорошем смысле слова. Я просто повторяю старый анекдот. Да, он сукин сын, но это наш сукин сын. Не имеет отношения к Януковичу. Нет, абсолютно никакого. Потому что эта позиция, эта позиция, это тактика и стратегия нашей политики. Мы неадекватны в нашей политике. Мы можем бесконечно ругать нашего соседа... Я тут только что кого-то хвалил за то, что он своих не отдает. Нет, ты не вспоминаешь? Кто это был, кто говорил, что он своих не отдает? Владимира Владимировича Путина действительно не отдает. Чубайс. Правильно. Но это же не имеет отношения к политике. Это имеет отношение к дворовым привычкам. Я очень ценю, когда братва не отдает своих. Но есть же еще и национальные интересы. Так вот выясняется, что в России нет национальных интересов. Что Грузия ругается не потому, что у нее какие-то невероятные планы. Она хочет идти в Европу, и она плохая. Янукович хочет идти в Европу, и Янукович хороший. Все. Все. Но реальных политических потребностей, реальной стратегии долгосрочного развития, каких-то взаимных интересов нету. Есть личное ощущение, что это враг или это друг. Тут Васи спрашивает. Что приехав в Брюссель, последнее... Закончить хочу эту мысль. Что приехав в Брюссель, Янукович сказал про русского. Ничего. Он сказал все исключительно про украинское. Про украинские интересы полностью кооперироваться с Европой. Насколько Европа это будет позволять? Тишина в ответ. Но каждая... Вон я недавно прочитал замечательную вещь, что Поти и... Поти и какой там второй порт? Поти и что-то еще там, какой-то порт. Что это главные теперь перевалочные пункты поставки в Россию афганского героина. Ребята, когда вы эту мудню писали, желательно было бы вам поговорить с кем-то там в Грузии, чтобы вы понимали, как грузины борются с наркоманией. И когда мне, министр внутренних дел Ваномира Бешвили, когда я его спросил, главная проблема Грузии, он посмотрел на меня и сказал, у нас очень высокая наркомания, и мы с этим ничего не можем поделать. Хотя боремся с ней так, что трудно себе представить. Вот с ним бы вначале поговорили, но тупая ваша пропаганда, это ваша тупая пропаганда. Поэтому регулярно то птичий гриб приходит из Грузии, из секретных лабораторий, то свиной гриб приходит из грузинских лабораторий. Просто ребята дошли до ручки. У нас осталась минута до конца программы. Я просто прочту вопрос, который не требует никакого ответа. Просто факт этого вопроса, который был задан на фоне того, что ты говорил об Украине, Янукович. Значит, Вася, здесь вот по системе СМС у нас спрашивает, кстати, у меня спрашивают, читает кто-нибудь наши СМС или нет? Да-да, я все это время читаю. Ну, что же я могу поделать, если они про то же самое? Так вот, Вася спрашивает, когда, по-вашему, Янукович отдаст нам Крым? Это хороший вопрос, правда? Который, попытка ответить на него про себя, такая бессловесная попытка ответить на него, дает возможность оценить то, что происходит, и посмотреть на ситуацию трезво. На этом Шахерезаду застало утро, и она прекратила дозволенные речи. Это была программа не суть событий, а наоборот программа «Перехват» с Матвеем Гонопольским, но и Сергеем Пархоменко. Будущую пятницу у меня не будет. Здесь, наверное, Бунтман, что ли, будет вести это все. Всего хорошего и хороших вам длинных выходных, которые закончатся праздником 8 марта. Программа «Перехват». Слушайте нас в это же время, в следующую пятницу. Нобелевская бука или «Не надо я сама». Теер Мусхер выбоины за деньги. Брата сэра посадили за сыр, закон трех ударов. А также шоу магической защиты Орегонца и Зайдахо в программе... Радио аудитория.